Предназначение очень сильно связано с эго. Наше тонкое тело состоит из разных частей. Так вот, эго отвечает за понимание того, кто я такой, кем я себя считаю. Эго является сердцем нашего тонкого тела. И эго стремится к тому, чтобы проявить себя. Итак, если я существую, я личность, я индивидуальность, я должен чувствовать себя личностью. А для этого мне нужно действовать, мне нужно проявлять себя. Я должен проявлять себя в действиях, в отношениях, в какой-то творческой деятельности. Если у меня есть возможности это делать, я чувствую, что я живу. А если таких возможностей нет, если я не могу действовать, у меня ничего не получается, то автоматически это означает, что «меня не существует». Поэтому человеку очень больно, когда он не может действовать, когда он не может проявить себя. Что происходит с человеком, когда он попадает в такое место, где он не может проявить свои способности? Происходит несколько вещей. Первое – у него не получается эта деятельность. Допустим, водитель автомобиля, ну вот всю жизнь он водит автомобиль, это его работа, это ему интересно. Ему говорят, ты будешь лектором. Вот садись, будешь смотреть в камеру и бодро рассказывать о том, как здорово быть водителем автомобиля. Этот человек будет чувствовать себя очень некомфортно. Он не умеет это делать, он не умеет разговаривать, у него нет способности это делать. И в этот момент ему будет очень плохо. Он будет чувствовать, что я неудачник, я не могу действовать, я не хочу вообще существовать, потому что больно ничего не делать. То есть первая вещь – человеку будет просто плохо. Вторая вещь – ему будет трудно делать эту работу. Третья вещь – другие люди будут говорить, у тебя ничего не получается, иди лучше води в свой автомобиль. И такой неудовлетворенный человек, естественно, будет чувствовать раздражение, гнев. Он будет искать недостатки в других, чтобы как-то, ну как-то хотя бы немножечко почувствовать себя лучше. Для этого надо кого-то унизить, чтобы хотя бы немного стать выше в своих глазах. И в конце концов, чтобы было легче как-то вот, ну, отвести душу, человек будет заниматься очень, ну, странными вещами. Я в интернете вот увидел, человек занимается тем, что собирает пух из пупка, коллекционирует его в банках просто. Пух из пупка 98-го года, 99-го. Ну, не от хорошей жизни человек этим занимается. Итак, если человек не может проявить свои способности, если он не может действовать, то это не нравится ему, это не нравится окружающим, он становится раздражительным, и он начинает заниматься ерундой. Продолжение следует...